Я обещаю, что если вы начнете применять некоторые из этих инструментов, а лучше все, то качество вашего сна значительно улучшится, и, конечно, благодаря этому также значительно улучшится ваша дневная бодрость и способность концентрироваться. Итак, вы можете спросить, что можно делать в течение дня, в середине дня, а также после обеда и вечера, чтобы обеспечить себе максимально качественный сон ночью? Есть несколько рекомендаций, что делать, а что не делать. Во-первых, если вы употребляете кофеин в течение дня, постарайтесь полностью избегать его. И, конечно, не пейте больше 100 миллиграммов кофеина вечером после 16 часов. А лучше ограничить последнее потребление кофеина до 15 часов, а еще лучше до 14 часов. И я говорю это, зная, что многие, в том числе и я сам, могут выпить двойной эспрессо с 200 миллиграммами кофеина или больше в 17.00 или даже в 18.00 или после ужина, и, как говорится, спокойно заснуть или спать нормально. Однако, существуют убедительные данные. Мы с Мэттом Уокером обсуждали это. И все большее исследование указывает на то, что употребление кофеина поздно днем, то есть после 16 часов, может серьезно нарушить структуру вашего сна. Вам может казаться, что вы спите нормально, но на самом деле ваш сон не так хорош, как мог бы быть, если бы вы избегали кофеина в послеобеденные часы. Во-вторых, если вы любите дремать днем, то я сейчас символически поднимаю руку, потому что сам обожаю дневной сон, всегда любил дремать. Стоит ли вам спать днем или не стоит? Это вопрос, который мне часто задают. И я задал его доктору Мэттью Уокеру, когда он был гостем на моем подкасте. Вот его ответ и то, что подтверждают данные. Спать днем вполне нормально. Но не спите слишком поздно или слишком долго, чтобы это не нарушало вашу способность заснуть и оставаться в состоянии сна ночью, когда наступает основная фаза сна. А для тех, кто занимается физическими упражнениями днем, важно понимать, что если тренировки очень интенсивные, будь то силовые тренировки, бег или другая интенсивная нагрузка, это, как правило, еще больше повысит вашу температуру тела. Это логично, правда? Исходя из всего, что мы знаем о метаболизме и температуре тела. Это так называемая задержка ваших циркадных ритмов. В результате вы захотите заснуть немного позже, а возможно даже значительно позже. Так что если вы занимаетесь физическими упражнениями днем или вечером, и это единственное время, когда вы можете тренироваться, или это ваше предпочтительное время для тренировок, отлично. Но будьте осторожны с употреблением большого количества кофеина, чтобы получить энергию для тренировки, так как кофеин нарушит ваш сон. Знаете, что вы задерживаете свои циркадные ритмы. В результате вы естественным образом захотите лечь спать позже и проснуться позже. Стоит ли вам смотреть на солнечный свет или яркий искусственный свет в течение дня? На первый взгляд, можно подумать, что солнечный свет полезен, если при этом не обгореть. Мы не говорим о том, чтобы смотреть прямо на солнце и повреждать глаза. Важно получать как можно больше солнечного света, воздействуя им на глаза. Особенно это касается солнечного света в поздние дневные и вечерние часы. Конечно, все зависит от времени года и вашего места жительства. Но получить немного солнечного света, скажем, 5-10 минут, а возможно и до 30 минут, в зависимости от облачности, в послеобеденное время принесет дополнительную пользу. А именно вы защищаете свою нервную систему от некоторых негативных последствий яркого искусственного света, а также даже тусклого искусственного освещения в ночные часы с 22 до 4 часов. В это время вам следует избегать яркого искусственного света любого цвета. Да, любого цвета в вечерние и ночные часы. Очень мало света, всего несколько фотонов, достаточно, чтобы разбудить ваш мозг и тело, а также нарушить циркадные ритмы и сон. Это означает, что как только солнце садится, что, конечно, происходит в разное время года в разных местах на Земле. Но в большинстве случаев, как только солнце заходит, разумно будет приглушить освещение в помещении. Я понимаю, что иногда вы устраиваете вечеринки или приглашаете гостей, и, возможно, не захотите приглушать свет. Иногда вы можете выйти на улицу и увидеть много яркого света, но в большинство ночей вам следует приглушать свет в вашем доме. И в идеале те источники света, которые вы используете, должны быть расположены низко в вашем окружении. Старайтесь не использовать верхнее освещение, а полагаться на настольные лампы или светильники, расположенные низко даже на полу. Наихудшим вариантом будут верхние флуоресцентные лампы, как в супермаркетах, или такие, которые можно увидеть на заправочной станции или в подобных местах. Признаюсь, бывало, что я поздно ночью ехал домой, хотел лечь спать, но мне нужно было остановиться в продуктовом магазине или на заправке. И я действительно надевал солнцезащитные очки ночью, чтобы избежать воздействия яркого света, хотя это немного экстремально ночью. Но я делал это время от времени, потому что воздействие яркого света полностью подавляет, оно уничтожает весь мелатонин, который может циркулировать в вашем мозге и теле. Многие люди думают о мелатонине как о добавке, но мелатонин естественным образом выделяется вечером и ночью. Это гормон, который заставляет вас чувствовать сонливость, и он помогает заснуть. Поэтому воздействие яркого света в поздние вечерние и ночные часы действительно очень вредно для сна. Это действительно плохо сказывается на качестве вашего сна и вашей способности заснуть и оставаться в состоянии сна. Таким образом, для большинства людей простое правило заключается в том, чтобы избегать яркого искусственного света любого цвета, особенно верхнего яркого освещения в период с 22 до 4 часов. Вы должны постараться сделать вашу спальню достаточно прохладной, если не холодной. Это не означает, что вам нужно мерзнуть во время сна. Вы можете накрыться столькими одеялами, сколько потребуется. Однако важно, чтобы само помещение было прохладным. На самом деле, если снизить температуру в комнате хотя бы на 3 градуса, вы почувствуете разницу, поскольку существует связь между температурой тела и сном. Снижение температуры вашего тела на 1-3 градуса способствует засыпанию. Это помогает вам заснуть и оставаться в состоянии сна. Я был бы небрежен, если бы не упомянул алкоголь и ТХС, каннабис. Поскольку сон, который человек получает под их воздействием, после употребления алкоголя значительно нарушается. Не хотелось бы разочаровывать, но это правда. Хотя ТХС и алкоголь действительно помогают некоторым людям заснуть и, возможно, даже поддерживать сон, структура такого сна оставляет желать лучшего. По сравнению с тем сном, который они бы получали без алкоголя или ТХС в организме, он является неоптимальным. Теперь кратко хочу коснуться некоторых инструментов, которые широко используются многими людьми, и, как ни странно, существуют рецензируемые научные исследования о таких вещах, как маски для сна. Улучшают ли маски для сна вашу способность оставаться в состоянии сна? И да, они делают это при условии, что они не слишком тесные и в комнате достаточно прохладно. Маски закрывают верхнюю часть вашего лица, где находится гладкая кожа. Как и на ладонях и подошвах ног, гладкая кожа есть и на лице. Многие люди, использующие маски для сна, просыпаются, если в комнате слишком жарко. Поэтому, если вы планируете использовать маску для сна, чтобы блокировать свет, обязательно убедитесь, что комната, спальная обстановка и кровать достаточно прохладные, чтобы вы могли спокойно спать. Другие инструменты, которые я упомяну и которые подкреплены рецензируемыми исследованиями, поднятие ног либо с помощью подушки, либо приподняв конец кровати на 3-5 градусов, могут помочь вам лучше спать. Это может быть действительно полезно для увеличения глубины сна из-за так называемого глимфатического вымывания. Это движение и циркуляция жидкостей в вашем мозге ночью, который способствует большему пробуждению и на самом деле может улучшить когнитивные функции и ряд других аспектов, связанных с здоровьем мозга. Я хочу упомянуть несколько общих инструментов, которые помогут вам регулярно хорошо спать. И один из самых важных факторов, влияющих на большинство людей, это сам сон. И это выходные. Оказывается, почти все испытывают желание поспать подольше в выходные, особенно если легли спать поздно накануне. Однако данные показывают, что соблюдение относительно стабильного времени сна и пробуждения действительно улучшает качество и глубину вашего сна. Так что если вы легли спать поздно в одну из ночей, разумеется, вы можете позволить себе поспать на час больше, но действительно стоит избегать сна, превышающего ваш обычный график пробуждения более чем на час.